Взрыв казового баллона. Восемь человек получили травмы в результате ЧП в Талдыкургане. Вездеход спешит на помощь. В Талдыкургане прошла презентация высокопроходимого транспорта. Пилотный проект. Товаросопроводительные документы переходят в электронный формат. Один из крупнейших летних загородных лагерей намерены построить в Алматинской области. Он раскинется в туристическо-привлекательной зоне сели Акши на побережье Алаколя. Стоимость объекта свыше 1 миллиарда тенге. Эти и другие крупные проекты представили главе региона Аманды Кубаталову Акимы пяти районов во время встречи в областном Акимате. Сразу 8 сельских Акиматов подлежат капремонту в Карасайском районе. Бывшее здание сельсовета обветшало. Учитывая, что Акимат, связующее звено между народом и властями, ремонт здания – одна из существенных задач. Кроме того, в районе есть реальная проблема трехсменных школ. К слову, их в районе 12. Для ликвидации извечной проблемы руководством района предпринят ряд значимых мер. Так в селе Хошмамед будет построена новая школа на 600 мест. В связи с этим Аким район озвучил потребность 55 миллионов тенге на разработку проекта. Кроме того, актуальная проблема – нехватки школьных автобусов для перевозки школьников. Сделайте типовой проект. Это же сельский Акимат. Там набор комнат тоже одинаковый. Всё одинаково. Размер одинаковый. Стоимость должна быть одинаковая. Типовой проект. И везде сельские Акиматы. Вот так строить. Потребность в автобусах наблюдается в Волокольском районе. Семь транспортных средств уже есть. Нужны ещё четыре. Радостным событием в предстоящем году станет увеличение посевной площади в Волокольском районе. Из-за изношенной оросительной системы лишь 31 тысяча из 41 тысячи земель были использованы крестьянами. В связи с этим Аким района выразил потребность в ремонте 360 километров сетей. Это непременно благоприятно скажется на развитие сельского хозяйства, уверен он. Кроме того, в районе большое внимание уделяется развитию туризма. Для большего привлечения туристов ряд объектов требуют капремонта. В их числе лагерь Жалын. На его реконструкцию необходимо более 1 миллиарда тенге. По словам Акима района, в день зоны отдыха на побережье посещают до 24 тысяч человек. Важная организация – досуга молодёжи. В планах властей строительство четырёх парков и спортивного комплекса на 1 миллиард 734 миллионов тенге. Она станет кузницей будущих чемпионов. В новом летнем лагере мы предусмотрели практически всё. Будут пандусы для инвалидов, тактильные дорожки и так далее. Комнаты будут светлыми и просторными. Проведём полное озеленение территории. Будет парковка, спортивная площадка. Будет всё. Насчёт внешнего вида мы с вами ещё встретимся и обговорим. Где надо, поменяем дизайн. Думаю, проект будет грандиозным. Ряд проблемных вопросов, не требующих отлагательств, есть и в Толгарском районе. Так, почти миллиард тенге необходим для выкупа земельных участков, попадающих под строительство автодорог на пути к Бакаду. Таких 69. Ещё 20 участков намерены выкупить под строительство 8 школ, в числе которых 2 объекта образования на 1200 мест в райцентре. Кроме того, радостным событием для жителей райцентра станет установка 31 модульно-блочной котельной. Их создание позволит обеспечить теплом свыше 26 домов на 208 квартир Толгара. На проектную сметную документацию требуется 105 миллионов тенге. 3000 квартир – это будет обеспечено теплом. Это же вообще здорово. Нехватка поливной воды – извечная проблема Инбекши-Казахского района. Причина дефицита, по мнению Акима района, – изношенность ирригационных сетей. Необходимы финансы для реконструкции оросительных сетей сразу в нескольких сельских округах. Амандык Баталов поручил внести данный вопрос в реестр. Кроме того, необходимо проведение текущего ремонта водопроводных сетей в 15 населённых пунктах. Ориентировочная стоимость – 150 миллионов тенге. В регионе с высоким демографическим ростом по-прежнему остро стоит вопрос трёхсменного обучения. Весомую поддержку обещают оказать и властям Балхарского района. Как всем известно, в регионе имеются привлекательные туробъекты, в числе которых зона отдыха Харауэй, Хюган, Жиделе. Для благополучного прибытия туристов нужно построить два моста через реку Арастан и канал Дарибай. Для этих целей суммарно требуется 26 миллионов тенге. Помимо этого, радостным событием стало подключение района к долгожданному природному газу. Благодаря вашей поддержке мы смогли обеспечить голубым топливом сразу два крупных населённых пункта. Это райцентр Баканас и село Ахдала. Работы ещё не завершены, однако прогресс огромен. Кроме того, необходимо отремонтировать дорогу, ведущую к зоне отдыха Харауэй. 6 миллионов тенге необходимо нам на ПСД. Проблема очерёдности будет поэтапно решена и в Жамбылском районе. Сразу 8 многоэтажек по 60 квартир, каждая станут украшением посёлка Узанагаш. Главе региона представили экскизы проекта. Красивый облик сооружений, дворовая территория, благоустройство. Проект предварительно одобрен, однако требует детального рассмотрения. По словам Акима Багдата Алиева, для реализации грандиозного плана необходимо 2 миллиард 630 миллионов тенге. В целом, практически все озвученные Акимами вопросы решаемы, заявил глава региона. Большинство из них обязательно войдут в реестр при распределении бюджета на последующие годы, что и станет залогом развития регионов. Дамир Анитов, Абзал Мусипов, Телеканал ЖИЦУ. Поколение лидеров. В Алматинской области назвали имена самых активных представителей молодежного сообщества региона. В Талдыкургане состоялась ежегодная премия Кушпаши. Торжественная церемония уже по традиции прошла в стенах Траматического театра имени Бикен Римовой. За звание лучших специалистов в своей сфере состязались более 400 парней и девушек. Однако наград удостоились лучшие 20. Радость победы с ними разделил наш корреспондент Ануара Мангельдинов. Нынешняя премия Кушпаши стала 15 по счету. Ежегодно мероприятие объединяет самых талантливых, образованных и трудолюбивых представителей молодежного сообщества ЖИТСУСКОГО КРАЯ. Ежегодно на образование и поддержку молодых людей в Алматинской области выделяются миллиарды тенге. И эти инвестиции приносят свои плоды. Стараниями молодых людей в регионе реализуется ряд инновационных проектов. Как отметил в своей поздравительной речи Акимобласти, молодежь – это двигатель прогресса и развития. По республике наша область – одна из ведущих. По всем сферам мы демонстрируем хорошие показатели. И в этом есть немалая заслуга молодых людей. Мы всячески будем поддерживать новое поколение ЖИТСУ. Особый акцент сделан на воспитание здоровой нации. На сегодня мы построили 9 физкультурно-оздоровительных комплексов. Планируем завершить еще 7. Помимо этого, полмиллиарда тенге мы выделим на развитие массового спорта. Хочу поздравить всех победителей премии Кошпаши 2020. Желаю вам здоровья, сил, вдохновения. Достигайте новых вершин. В этом году особую лепту в улучшении жизни населения внесли волонтеры. В столь непростое время пандемии они оказывают поддержку всем, кто нуждается в ней. Один из ярких представителей – Алмат Есимбек. За активную работу движения добровольцев он удостоился премии в номинации «Лучший волонтер». Получить эту награду для меня – честь. Я работаю в районной газете Алакольского района и по совместительству занимаюсь волонтерством. Вместе с единомышленниками мы инициировали движение «Брарман». А затем запустили акцию «Давайте состязаться в благих делах». Жители района её с радостью поддержали. И мы при помощи меценатов и неравнодушных людей помогли более 3000 семьям Алакольского района. Спасибо большое, что оценили мой труд. Эта награда меня мотивирует на свершение новых добрых дел. Следует отметить и особый вклад героев в белых халатах. Одна из них – Оселия Умербекова. В течение всего года она неустанно трудилась в Центральной районной больнице из Кельдинского района. Потому по праву и получила награду «Лучший молодой врач». Среди прекрасных представителей с победу праздновала и Мадина Турдаш. Студентка четвёртого курса стала одной из главных активисток ЖТСУСКОГО университета. За четыре года я участвовала в разных конкурсах, в разных олимпиадах, мероприятиях. Я являюсь активисткой не только в университете, а также веду мероприятия разные городского, областного уровня. Также у меня есть научные статьи. Поздравляю номинантов всех. Огромная благодарность Акиму области, Амандеку Габасовичу, а также всему оргкомитету этого мероприятия, а также всем моим родным и близким за поддержку. А вот в одной из самых новых номинаций премии «Лучший молодой литературовед» победы достался Ельдосу Токторбаю. Лауреат государственной молодёжной премии Дарын издал десятки научных трудов. Полученная премия стала внушительной мотивацией для молодого учёного. Я очень рад, что победил. Спасибо большое всем, кто учредил эту премию и тем, кто болел за меня и поддерживал. Я специально приехал из столицы на малую родину, чтобы трудиться во благо её развития. Сейчас я работаю ещё над одним трудом. Надеюсь, моя работа принесёт немало пользы. Всего в ходе мероприятия наград удостоились 20 молодых специалистов разных сфер деятельности. Их труд, целеустремлённость и преданность любимому делу – пример для всех представителей молодого поколения. Главный девиз каждого – во благо будущего страны. Итоги девятого гражданского форума подведены в Казахстане. Из-за пандемии мероприятие проходит в онлайн-формате. Однако это обстоятельство помогло увеличить число участников, доведя его почти до 30 тысяч человек. Активность на форуме смогли проявить не только неправительственные организации крупных городов, но и отдалённых районов. В течение недели неправительственные организации подводили итоги проделанной за год работы. На обсуждение выносились идеи по улучшению реализации общественного контроля, бизнеса и других сфер деятельности. В общей сложности озвучено порядка 650 рекомендаций. Глава области Амандах Баталов лично отметил важность совместной деятельности государства и НПО. И подчеркнул, что общественная работа – это призвание людей с активной гражданской позицией, стремящихся принести пользу своей родине и соотечественникам. Спасибо вам за проделанную работу. Я вижу, сейчас неправительственными организациями реализуется множество проектов. Достижения, которые мы сегодня имеем, это результат совместной работы. По итогам гражданского форума самые активные НПО, реализующие востребованные социальные, культурные, спортивные и другие проекты Житцузского края, удостоились государственных премий в размере до 5 миллионов тенге. Аким Алматинской области Амандах Баталов лично вручил награды лидерам среди неправительственных организаций. Сегодня в торжественной обстановке прошло награждение победителей номинантов премии НПО. В Алматинской области 5 организаций были признаны лучше в каждой своей номинации и получили денежный сертификат. Это в основном используется для улучшения базы, материально-технической базы для общественных организаций. На данный момент в Алматинской области имеется порядка 400 активных НПО. В целом с начала года в рамках 9-го гражданского форума организовано порядка 40 диалоговых площадок и проведено 15 встреч на уровне первых руководителей центральных государственных органов. 100 тонн говядины экспортировал Кигенский район в Китай. По плану на текущий год обеспечение мясом соседней страны составило 50%. Об этом стало известно в ходе брифинга Акима Кигенского района Талгата-Боядилова. По его словам, особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. Для выращивания различных сельхозкультур в регионе задействовано более 50 единиц современной сельхозтехники. Благодаря технической оснащенности аграриям удалось произвести продукции более чем на 21 миллиард тенге. Хороших показателей добились в районе и в строительстве жилья. Всего за год в эксплуатацию ввели 2100 квадратных метров. На возведение жилых домов было затрачено свыше 3 миллиардов тенге. Обладателями заветных ключей в первую очередь станут очередники, заверил Аким района. Собственным жильем обзавелись и 9 медиков региона. Квалифицированных специалистов обеспечили также медицинским оборудованием. На общую сумму 70 миллионов тенге и двумя каретами скорой помощи со всем необходимым оснащением. В целом, по словам Акима, район к возможной очередной волне пандемии готов. У нас был вопрос нехватки медперсонала. Его мы уже решили. Больницы и амбулатории пополнились новыми высококвалифицированными врачами. Медперсонал мы обеспечили не только необходимыми медпрепаратами и техникой, но и жильем. Приобрели также кислородную станцию на 57 миллионов тенге, 18 концентраторов, 26 пульсоксиметров, 2 монитора и 4 многофункциональные кровати. 432 человека трудоустроено в Кигенском районе благодаря программе дорожной карты занятости. Она стала отправной точкой в целях решения вопросов антикризисной занятости населения, считает Толгат Боидилов. Из 49 проектов, реализуемых в рамках программы, 39 успешно завершены. Отремонтированы с нуля три школы и детский сад, два дома культуры. Также приведены в порядок сети водоснабжения и внутрипоселковые дороги. Как заверил Аким района, оставшиеся 10 объектов будут благоустроены к концу текущего года. Восемь человек пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в Талкургане. Все они в экстренном порядке доставлены в больницы областного центра. Сейчас четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Здоровье остальных оценивается как тяжелое. Напомним, трагедия произошла вчера вечером. Что стало причиной взрыва, разбирался Ануар Мангельдинов. Произошло обрушение дома. Сообщение о взрыве в частном доме поступило на пульт ДЧС в 19 часов 51 минуту. ЧП произошло в селе Еркин по улице Казахстанской. На место происшествия прибыли 28 спасателей, 8 единиц спецтехники и 12 карет скорой медицинской помощи. В ходе изучения ситуации специалистами предварительно установлено, что причиной стал взрыв газового баллона емкостью 5 литров. Произошло частичное обрушение частного жилого дома на площади 30 квадратных метров. В общем, строение представляет собой общую площадь 96 квадратных метров. Люди, которые проживали в данном доме, в этот день, в этот вечер, они занимались приготовлением пищи. И данный баллон был использован для того, чтобы обсмолить баранью голову для дальнейшего его приготовления. Но в связи с тем, что были температуры минусовые, под вечер уже газ подмерз, и, соответственно, лампа перестала работать. И было принято жильцами решение занести этот газовый баллон и разместить его возле отопительной печи, чтобы он отогрелся для дальнейшего использования его. В результате разности температур произошло расширение этого газа внутри баллона с дальнейшим возникновением взрыва. В результате взрыва пострадали 8 человек. Трое из них – дети. Все они в экстренном порядке доставлены в больницы. По словам представителей областного управления здравоохранения, состояние пациентов оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. На данный момент за их жизнью борются лучшие врачи областного центра. Четверо пациентов были доставлены в многопрофильную Тадокурганскую больницу, два пациента были доставлены в областную больницу. И два пациента, два ребенка были доставлены в областную детскую больницу. Проведено 4 консилиума. Прибыл врач-травматолог-комбустиолог по линии санавиации. Сейчас на данный момент он занимается этими пациентами. 4 пациента сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. 4 пациента в тяжелом состоянии. Ну, 2 пациента, 2 ребенка, они в динамике с улучшением. В медицинские организации Кудра были доставлены данные пациенты. Имеют все необходимые лекарственные препараты, медицинскую технику, необходимых специалистов для проведения лечебно-диагностических мероприятий. На месте происшествия сейчас работает оперативный штаб. Спасатели проводят работу по ликвидации последствий взрыва. Помощь оказывается и родственникам пострадавших. С ними работают психологи. Помимо этого, поддержать пострадавших хотят волонтеры областного центра. Добровольцы объявили о сборе средств. Ануар Амангельдинов, Бигзат Хожимуканов, телеканал ЖИЦСУ. Спасатели дорог не выбирают. Презентация высокопроходимого транспорта совместного производства России и Украины для сотрудников ДЧС состоялась у берегов Каратала. В качестве демонстрации на вездеходе преодолели путь через реку и другие труднопроходимые места. Транспорт включает 6 человек, включая водителя. Все двигательные процессы приводятся в действие механическим путем. Это исключает возможность неполадок из-за сбоев электроники вездехода. Без дозаправки он способен преодолевать тысячу километров. Еще одной отличительной чертой являются габариты. Сравнительно небольшой вездеход имеет явные преимущества при прохождении труднодоступных сон. Как отмечают сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, преимуществом презентованного транспорта стала возможность взбираться на лед при езде по реке для оказания помощи терпящим бедствиям. Данный вездеход оставляется для служб аварийно-спасательных работ МЧС Республики Казахстан. Эти машины уже выполняют свои поставленные задачи восточно-казахстанской области, от Аравской области. Планируется также закуп данных автомашин и по другим областям. В вооружении Департамента по чрезвычайным ситуациям имеются высокопроходимые техники, в частности камазы-вахтовки, снегобалотовход-трекол, но они по своим габаритам могут некоторые места не проехать. А данный вездеход удобен тем, что он компактный, и у него особенности, что он может и по воде, по молотам, по пересеченной местности везде двигаться. И самое главное, он может при тонком льду добраться до терпящих действий и оказать свою помощь по спасению. С 31 декабря 2020 года в стране стартует пилотный проект «Сопроводительные накладные на товары». В рамках проекта предусмотрено оформление сопроводительных документов при осуществлении экспортных и импортных операций во взаимной торговле со странами Евразийского экономического союза. Это позволит ускорить процесс прохождения границы. СНТ – это товаросопроводительный документ. Он оформляется в электронной форме в информационной системе электронной счета фактуры Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. А его нормы по оформлению и соблюдению порядка определены статьей 176 Налогового кодекса. Согласно новой системе работы, это оформить СНТ необходимо до пересечения государственной границы Казахстана со странами Евразийского экономического союза. Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары. Первое – это этиловый спирт, алкогольная продукция. Второе – это отдельные виды нефтепродуктов. Третье – биотопливо. Четвертое – табачные изделия. Пятые – товары, код и наименование которых включены в перечень изъятий Всемирной торговой организации. Шестое – это товары, подлежащие маркировке в соответствии с международными договорами и законодательством Республики Казахстан. Седьмое – это товары, ввозимые на территории Республики Казахстан. Восьмое – это товары, вывозимые из территории Республики Казахстан. Девятое – на товары, по которым электродные счета фактуры выписываются посредством виртуального склада. Предполагается, что внедрение СНТ позволит отслеживать всю цепочку передвижения товаров до розничной продажи. Новое введение станет одним из этапов создания национальной системы прослеживаемости товаров, которая поможет снизить объемы незаконного обналичивания денежных средств. Все это направлено на снижение объема теневой экономики. Доля прозрачности экономики будет больше. Это и эффективно налогоплательщикам, если научатся, зачем уже оформлять документы и ручка в время высоких технологий. Поэтому мы должны потихоньку переходить цифровизацию, в том числе по оформлению бухгалтерских документов. Своих бухгалтеров может контролировать, например, в онлайн-режиме руководители, учредители, находясь, например, в Америке, получить доступ и может контролировать, что реализовано или что приобретено через эти электронные системы. В департаменте отметили, что наличие таких документов исключает необходимость сканирования товаросопроводительных документов на автомобильных пунктах пропуска, что ускорит процесс прохождения государственной границы со странами ЭАЭС. Пилотный проект осуществляется для мягкого перехода к обязательному внедрению СНТ с 1 марта 2021 года и предназначен для того, чтобы налогоплательщики адаптировались к работе с электронными документами, настроили свои учетные системы и взаимодействия с покупателями и поставщиками. Меры административной ответственности во время проведения пилота применяться не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok